Ребят, выходим! Главное, что мы не можем сказать новую просьбу. Приветствую! Доброго времени суток! В эфире 11 выпуск передачи «Диван у эксперты» и сегодня он будет одним общим блоком, но от этого не менее интересным. Вас ждет много интервью, материала, также эксклюзивное интервью главного тренера футбольного клуба «Клец», который присутствовал на матче между «Газпромом» и «Орбитой». На прошедшей неделе состоялись матчи 11-го тура в первом дивизионе премьер-лиги 8 на 8. «Трактор» одолел «Спарту» 1-0, «Минск Юнайтед» выиграл у «Спортинга» со счетом 3-0, атака смена техническим результатом победила «Импульс». «Газпром» 4-2 одержал верх над «Орбитой», «Лебяжий» разгромил «Патриот» со счетом 6-1, и единственная ничиатура со счетом 3-3 пришлась на матч и «Транзишена» и «Семи тонн». Андрей Хандога, капитан футбольного клуба «Трактор». С победой. Насколько тяжело сегодня она далась? Привет. Спасибо. Победа далась тяжеловато, конечно. Такая жесткая игра сегодня получилась. Много стыков жестких. Всегда так со «Спарта» тяжеловато играть, конечно. Ну, в принципе, интересная игра. С ними всегда интересно играть. Ну, вот. Получилось так, что в конце забили с пенальцем. Хотя, в принципе, еще пару моментов было. Одну-две точки еще не поставили. Хотя, в принципе, одна точная там явная была. В руку попал мяч. Так есть, так и есть. Один забили, и на этом хорошо. Победили. В этом году ожесточенная борьба идет во второй части турнирной. За вылет? Таблицей. За попадание в шестерку. Тоже «Трактор» посредственный участник. Какие планы у команды? Планы собираться хотя бы на игры нормально. Будем собираться, будем выигрывать. Так, с посещением пока проблемки трех. Задача какая стоит? Приезжать, получать удовольствие. Ну, побеждать по возможности. То есть, о конкретном никаком месте вы не говорите внутри команды? Ну, изначально, конечно, хотелось бы в тройку попасть. Первое, второе там, фиг его знает. Но третье можно было бы занимать, конечно. Так получилось, провалили первый круг в основном. В этом сезоне, наконец-таки, у «Трактора» есть стабильный вратарь. В отличие от прошлых лет. Какую линию выделишь в команде, как самую стабильную? Стабильную? Да сейчас везде провалы, не знаю. В плане стабильную по посещению или по игре? По игре. Кому меньше затейдить? Нет, в защите сейчас как-то новой. Проблемно. Нет стабильных наших защитников. Поэтому играет тот, кому придется. На примере «Семитон» видно, допустим, что эта команда сильно зависит от одного исполнителя, от Захаревича Димы. Без него результаты ужасные сейчас у команды. Есть ли в «Тракторе» такой игрок, который, если не будет ходить на игры, то будет беда совсем. Парнования Скрипалин. Такой лидер команды. Дух задает команде. Минск Юнайтед в сухую 3-0 разобрался со спортингом. Ну, Евгений, я бы не стал, что разобрался. Все-таки игра, пускай и проходила на половине поля спортинга, но реализация вновь оставляла желать лучшего. Все-таки три мяча при таком тотальном преимуществе согласились, что это очень мало. Ну да, я был недоволен игрой команды в этом матче, потому что, в принципе, она очень напоминала игру предыдущего тура с Лебяжем, но здесь класс исполнителей спортинга ниже, чем у Лебяжева, поэтому удалось отдержать победу, причем такую, ну, по счету уверенную. А если бы при таком настрое, при такой реализации моментов наш соперник был бы в этой игре, скажем, из лидирующей группы, то неизвестно вообще, чем бы это все закончилось. Ну, и я бы еще отметил, конечно, в рядах спортинга защитную линию и плюс Кокиса, который также, пускай и пустил где-то, может быть, не самые обязательные голы, но часто и уручал команды. Центральным матчем тура и одним из центральных матчей первого круга, в принципе, был матч с участием «Орбиты» и «Газпрома». «Орбита», естественно, тем, как завершился этот матч, безумно расстроена, потому что сохранять ничью до 49-й минуты и при этом после первого тайма вести в счете 2-1 и в итоге проиграть минус 2, конечно, кому это будет понравилось. Они, конечно, расстроились, но в принципе признали это поражение, потому что команда физически была слабее, соперника уже во втором тайме заметно подсела и всего одна замена была у команды, а у «Газпрома» традиционно 4 замены физически чуть лучше готовы, поэтому концовка осталась за «Газпромом». При равном матче, я бы сказал так. На этой игре присутствовал Дмитрий Калечец, главный тренер футбольного клуба «Клец» из второй лиги, который является по сместительству игроком «Минск Юнайтед». Он посетил эту игру, потому что здесь было сразу 4 человека, которые выступают за «Клецк» в чемпионате Беларуси, поэтому ему было это интересно увидеть. И мы после матча попросили его поделиться своим впечатлением об этой игре. Дмитрий Калечец, главный тренер футбольного клуба «Клецк». Дима, вот после сегодняшней игры, где 4 человека из твоей команды во второй лиге принимали участие, что можешь сказать, кто сегодня себя проявил, а кто наоборот немного недотянул? Ну что сказать. В принципе, не свою не лучшую игру показали Алексей Гурко, Сергей Малиновский. И знаю их уже давно, в принципе, и играют они лучше, чем в сегодняшнем принципиальном поединке. Саша Буча, как всегда, заряжен на борьбу. Это меня всегда в нем подкупало. То есть, по бойцовским качествам вообще лучший. Алексей Куликов всегда со своими дриблингами, я думаю, что один из лучших в этой лиге. Не понимаю, почему он играл второй тайм чуть ли не центрального защитника. Во многом, и, наверное, предопределило это исход матча. Три человека играло из «Клецка» за «Газпром», один только за «Орбиту». За кого больше переживал? Или за ничью, как игрок Минский Малинов? Да-да, я как игрок бывший, ну, не бывший, но еще поиграю, конечно. Больше хотел, чтобы ничейка была. Ну, в принципе, по ходу игры и событий, ну, логический итог должен был, скорее всего, быть ничейным результатом. В итоге. Но, как и говорится, в футболе играют до последней секунды. Вот эти секунды больше улыбнулась удача «Газпром». Что в целом, может, по игре понравилось? Сама качество футбола, скорость? Ну, в принципе, да, понравилось. Было много брака, как обычно, но за счет бойцовских качеств, заряженность на борьбу обеих команд, игра смотрелась, в принципе, довольно-таки симпатично. Если сравнивать, вот, матч лидеров 8 на 8 и, допустим, матчи второй лиги Беларуси по большому футболу, есть ли какие-то принципиальные отличия или чувствуется ли разница, в принципе? Ну, в принципе, если брать вторую лигу, то команды, которые находятся в верхней турнирной таблице, то я думаю, что они, конечно, посильнее будут. А кто в конце, то могут ребята с премьер-лиги составить конкуренцию, я думаю, без проблем. Сейчас завершается первый круг. Как думаешь, как развернется дальше событие во второй части? Так же будет до конца плотно, либо кто-то может уйти в отрывы за цифрами? В принципе, еще до начала чемпионата эта тройка вырисовывалась в лидерах. Так оно и произошло после первого круга, ну, в конце первого круга. Я думаю, что никаких изменений не будет. Чемпионат будет, это трио будет разыгрывать места вплоть до самого последнего тура. Егор Заболоцкий, капитан футбольного клуба «Патриот». Егор, сегодня очередное поражение. Да. Что можешь сказать, почему серия неудач заценивалась? Ну, будем объективны. Самая взрослая команда. Нам и прошлый год было тяжеловато. В этом хватает на тайм, потом садимся. Не тянем. Молодежь наша по лету вся в разъездах. Нет основного игрока. Дима Снитко. Ну, Витя будет ревновать. Ну, хорошо, хоть второй с нами. Баньковский основной игрок. Вот. Бегаем, бегаем, стараемся. Но много не забиваем. Очень много. В принципе, тут сейчас много команд, которые внизу располагаются. На кого считаешь по силам здесь обойти «Патриоту» в ближайшее будущее? В ближайшее будущее – это тот же «Трактор». Я думаю, что надо и «Симтон», если они у нас должны быть уже скоро. В прошлый тур мы играли с «Интрадишеном». Тоже можно играть. Но все зависит только от нас. Будем забивать, будем выигрывать. Плюс мяч, я думаю, мы можем цеплять. Если команда по итогам не останется в первом завезёне, в следующем году, во втором, продолжите своё выступление? Продолжим именно же в этом составе, этой семьёй нашей. Будем играть уже во втором, в Д2. Нам он знаком. Мы там провели достаточно времени. Будем и там бороться. Единственная ничья. Тура 3-3 и «Транзишн» 7 тонн. В 15-й минуте комфортный перевес 3-0 на стороне и «Транзишн» и в итоге ничья. Как считаешь, это потеря очков и «Транзишн»? Я считаю, что ничья – справедливый исход. Два совершенно разных тайма, что и подтвердила игра. Возможно, каким-то образом на действиях «Транзишн» сказался гол в раздевалку на 24-й минуте пропущенный. И, к тому же, по истечении получаса игры они получили в своего рода пенальти, который Пичковский реализовал и тем самым оформил дубль. Ну, а дальше получается, что забить у «Транзишн» не выходило, а пропустить пропустили незадолго до конца матча. Так или иначе, отметим, что «Транзишн» не проигрывает уже третью игру. Две победы было на счету. Сейчас ничья, а могла быть и победа. То есть команда играет уже не с лидерами, а с командами из второй половины таблицы. И, как видим, вполне себе комфортно чувствует с ними, набирая очки регулярно. Ну, то, что мы прогнозировали, что вполне возможно, вот именно разборки между командами второй шестерки, скажем так, по нынешним раскладам, вот они и будут между собой делить очки. А сейчас глянем на турнирную таблицу первого дивизиона по прошествии первого круга чемпионата. Ну, первая тройка традиционно по своему составу изменений не терпит. Лишь произошла рокировка. Орбита с первой строчки переместилась сразу на третью, а Минск Юнайтед и Газпром вышли в лидеры. У них по 28 очков, у Орбиты на 2 балла меньше, 26. В четвертой строчке уже долгое время держатся Лебяжи с 21 баллом. И, как видим, немножечко постепенно из-за этих осечек лидеров подбирается уже к тройке. Точно так же, как подбирается, точнее, уже подобралась в верхнюю часть таблицы атака смены. Да, уже 16 очков у команды, пятая строчка. И уже не помним о том, как атака на старте сезона прозябала в самом-самом подвале. Спарта опустилась на шестую строчку 14 баллов. Столько же баллов у 7 тонн. Далее расположился и Транзишн с 11 баллами. Трактор поднимается на девятую строчку с результатом 10 очков. И внизу таблицы в зоне вылета расположился Спортинг 8 очков и Импульс с Патриотом по 7 очков. Ну вот, что касается Спортинга, здесь совершенно обратная ситуация по сравнению с атакой смены. Да, команда была уверена в середине, а сейчас она уже в зоне вылета. Все же уровень соперников из первой части таблицы и второй половины немножко разнится, скажем так. Это заметно и по количеству очков. То есть водораздел у нас становится очень приличным. Также скажем, что Импульс благополучно, точнее, неблагополучно закончил свое вступление в премьер-лигии. Не успев толком и начать. Да, со второго круга вместо этой команды будет играть команда под названием Уручье. Что из себя она представляет, увидим уже в ближайшей неделе. Надеемся, что ребята будут более собранными и более ответственными, чем Импульс. Теперь перейдем к краткому анализу очередных матчей в дивизионе номер два. Марсель-Космос. Космос располагался выше, но потерпел достаточно крупное поражение 1-5 от Марселя. Марсель последние матчи проводит очень уверенно и подбирается к заветной тройке. Ну, то есть идет туда, где он должен находиться, скажем так. Далее погоня Интернационали, крупная победа Интернационали 6-1. Пять голов на счету Абрамовича в этой встрече. Интернационали по-прежнему в середине и выглядит крайне нестабильно. А погоня, неплохо начав сезон, уже скатывается в нижнюю часть таблицы после этого. Легенда Олимпик. 5-2, уверенная победа Легенды. Она располагается на втором месте, обойдя после поражения Космос. У нас Олимпик, которая поражение к ряду терпит, сползает все ниже и ниже и приближается к торпеде, которая на последнем месте располагается и на прошлой неделе была разгромлена стандартом со счетом 8-1. Юркас продолжает череду своих хороших результатов. 3-1 победа над третьим таймом, который гораздо выше их турнирной таблицы. И победа, скажем, уверенная. Команда набрала ход и уже даже сейчас осталось сколько? Два матча до конца первого круга и она вполне даже может, скажем так, в шестерку-семерку зайти по итогам первого круга, если продолжит побеждать. Вторую победу отожила Строитель, причем победу вполне себе уверенную, со счетом 5-2, одолев Белгипродор. Сразу скажу, что пусть и победа плюс 3, но не настолько она уверенная. Даже вот среди лучших игроков матча был отмечен голкипер Строитель Андреев. То есть, значит, и у него работы было предостаточно. Строитель молодцы, исправились. 6 очков за два матча и поднимаются из пучин второго дивизиона ближе к середине. Но, тем не менее, было многое утрачено на старте. И пока даже 2 победы, всего лишь 11 очков до середины. Еще надо как минимум парочку игр выигрывать. И завершали 11-й тур. Харьковская и Лев. Многие надеялись, особенно в лице легенды, космоса, что Харьковская потеряет очки. Тем более, что у них не было двух лидеров Щербачени и Баранчика в этой матче. Но 3-0. Но это игроки защитного плана. Все-таки Харьковская, так как лидер играет строго от атаки, поэтому я не думаю, что эта потеря двух столпов обороны была слишком уж в игре со Львом так уж и страшна. Чемпионат приближается к своему экватору. Борьба, особенно в первом дивизионе, наколена до предела, как и в тройке призеров, как и в борьбе за шестое место, так и в борьбе за выживание. Я бы сказал так, что разделились на группы по интересам. Первая тройка, затем идет череда команд, которые борются именно за шестую строку, потому что все-таки и четвертая, и пятая больше отрыв, нежели между командами с шестого места и ниже. Во втором дивизионе отрыв Харьковской, а дальше тоже достаточно плотно, и все может за несколько туров конкретным образом поменяться в этом пелетоне преследователей. Ждем хорошего футбола от команд, хорошей погоды от Небесной канцелярии. Небесной канцелярии. Увидимся на следующей неделе. Всем пока. Всем до встречи. Спасибо.